Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, плюсики в чат, если меня слышно. Есть ли звук, есть ли видеотрансляция, хорошо ли меня видно. Окей, супер. Да, я вижу, плюсы посыпались. Ну что ж, добро пожаловать на второй урок. Так, сразу перейду к делу и начну отвечать на некоторые вопросы, которые приходили ко мне на почту и на вопросы, которые я замечал в опроснике. Я его почистил после этого. Давайте по-простому, да, с минимальным набором ненужной информации. Друзья мои, я не рекламирую никакую конкретно CMS, никакую конкретную систему, на которой сделает сайт лучше разрабатывать, на которой сайт хуже разрабатывать. Давайте просто для себя сделаем несколько уточнений. Важно, да. Чем более чистый HTML, чем более чисто формирует HTML система, тем лучше и удобнее его продвигать. Викс. Много вопросов, можно ли и удобно ли продвигать сайт на Виксе. И я сразу хочу сказать, что, наверное, не лучшее решение для продвижения по той простой причине, что там генерируется трэш. Я говорил это на прошлом уроке вчера и, повторюсь, сегодня контент отвратительный просто. Формируется не контент, а HTML. И такой HTML сложнее продвигать. Вообще, такой сайт, он не гибкий, мы не можем управлять им полноценно. У нас связаны руки полноценно в разработке и все, что мы можем, это там что-то минимально покодить и все. Если мы говорим о каких-то системах, опять же говорю, я не собираюсь не рекламировать какую-то конкретную систему, не собираюсь к чему-то побуждать или отговаривать. Да, я могу сказать, что мы и с Битриксом работали, и с WordPress, и с Joomla, и с Modx. И все эти системы так или иначе хороши. Но все-таки есть какие-то лидеры. Joomla, она простая система, но дырявая, как дуршлаг. Собственно, то же самое, что и WordPress. То есть любой начинающий, без знания основ разработки сайтов, может совершенно элементарно открыть WordPress, открыть Joomla, накрепать там маломальский простой сайт, и все будет хорошо, и все будут довольны. Немножко по-другому ситуация стоит с Битриксом. Она чуть посложнее, более гибкая, чем другие системы. И не могу сказать, что проще или сложнее продвигать сайт на Битриксе, но мне кажется, система достаточно сложная. Из тех систем, с которыми работаем мы, это Modx. Мы с Modx работаем давно, успешно. Почему? Потому что для нас он дает больше плюсов, нежели минусов. И я могу вам это веско аргументировать, по той простой причине, что все-таки, наверное, люди, которые разбираются в веб-разработке, то есть программисты какие-то, верстальщики, им проще работать с Modx. Те люди, которые очень далеки от веб-разработки, то есть где-то плавают на берегах основы HTML, им, конечно, с Modx будет очень сложно. Потому что для многих людей эта система, не подкованных людей в веб-разработке, эта система будет неясна, непонятна и вызывает кучу вопросов, сомнений, просто непонимания логики даже ее работы. Те люди, которые косвенно связаны, прямо или косвенно, с веб-разработкой, конечно, система Modx будет очень гибкой, будет очень удобной. По поводу WordPress и Bit и Joomla, я говорю, они дырявые. Если они дырявые, то на них можно поселить вирус, если на них можно поселить вирус, значит, на них можно поселить какие-то левые страницы, не имеющие отношения к веб-разработке, к вашему сайту, а левые страницы, скорее всего, с каким-то запрещенным контентом. То есть вы можете получить бан за свой сайт за очень короткий промежуток времени, просто потому что у вас дырявые системы, вы ни в чем не виноваты. Плюсики, пожалуйста, если понятно. Теперь второй момент, который бы я сразу хотел огласить. Друзья, это бесплатный марафон для новичков. Вы можете делать домашнее задание, вы можете не делать домашнее задание. Это исключительно ваше решение, исключительно ваш выбор. То есть никто не будет начислять какие-то баллы, списывать баллы, карать, винить. И да, сейчас домашка получилась немножко позже, чем хотелось бы. Мы хотели бы ее, конечно, отсылать на следующий день до 12. Мы надеемся, что это домашнее задание, которое сейчас я буду выкладывать, оно выйдет к вам раньше. Тоже, повторюсь, многое зависит от скорости рендера видео. Когда видео будет готово, мы выложим его вместе с домашним заданием. Домашку лучше делать, реально. И отвечуя на все забегающие вопросы вперед, я посмотрю все домашние работы. Даже сколько бы их много не было, я посмотрю все домашки. Я уделю, насколько это возможно, внимание, даже если вы после третьего урока будете присылать мне домашку первого урока. Я все равно ее посмотрю, оценю и сделаю какие-то свои выводы. Если там будет какой-то конкретный вопрос, я вам отвечу. Друзья, давайте мы будем уважать тоже друг друга. На втором уроке я рассматриваю домашнее задание первого урока в онлайне. На третьем уроке второго, на четвертом, третьего и так далее. Не надо обижаться, если вы мне прислали домашнее задание после третьего урока от первого урока. От первого прислали после третьего. Не думайте, что я его прямо в онлайне буду разбирать на четвертом уроке. Этого не будет, потому что вы прислали его слишком поздно. Те, кто прислал первые 5 человек, приславшие домашнее задание после урока, но это домашнее задание в онлайне рассматривается на следующем уроке, как сегодня мы рассмотрим некоторые, отправившие нам ДЗ. Сегодня вообще очень мало было людей, которые отправили домашнее задание, и всего 3 человека. Значительно больше было людей, которые задавало вопросы. То или все. С точки зрения всей оптимизации. Ну, что ж, с фабулой мы и закончили. Давайте перейдем непосредственно к началу урока. Немножко обратной связи. Друзья, надеюсь, первое занятие вам понравилось. Как ощущения? Отлично, отлично. Я очень доволен, что вам понравилось первое занятие. Как и любой праздник, как и любой марафон, первый урок всегда такой самый яркий, самый интересный. Потом мы начинаем приближаться немножко ближе к истине, к суровым будням SEO-оптимизации, к таким более занудным вещам, таким, как уже непосредственно самообучение. Куда мы, собственно, сейчас с вами и окунемся. Значит, друзья мои, пожалуйста, цифру 1 поставьте, если у вас пропала презентация и началась трансляция рабочего стола. Так, интересуется у меня начать. ноль. Ноль. Так. Я думаю, что... Нет, ну я вернулся уже к вам. Я вернулся, вот он. Вот он я. Просто перезагружал страницу. Сейчас у вас появится демонстрация рабочего стола. Плюсики. Видео вернулось. Давайте плюсы. Видеозвук. Плюсики. Если видеозвук вернулся. Все. Вернулось видео, конечно. Просто у кого-то она идет немножко с тормозами. И сейчас у вас должна начаться демонстрация рабочего стола. Демонстрация рабочего стола. Сейчас у вас есть демонстрация рабочего стола. И Лариса прислала домашнюю работу. Давайте мы сейчас ее рассмотрим. Сейчас вы перед глазами видите классический пример рекурсии, когда экран уползает куда-то на армию. Итак, друзья, видна ли вам домашняя работа пользователя Лариса? Еще раз, пожалуйста, плюсики. Если домашняя работа видна, видна домашняя работа, замечательно. Вы видите меня. Видите звук. Видна, но не считабельно. У вас вот здесь, вот где елки-моталки. Короче, у вас где-то там есть лупа. Вы можете приближать видео и... Так, вернулась ли трансляция? Вернулась. Замечательно. Отлично. Ну, давайте разберем домашнее задание Ларисы. Друзья мои, у меня к вам большая просьба. Это не первое домашнее задание и не последнее, в котором я... Правильно, потому что вы смотрите демонстрацию рабочего стола. Презентация в этот момент закрыта. Если вы видите рабочий стол, видите домашнее задание, значит презентация должна быть закрыта. Друзья мои, если вы ничего не видите, никакого демонстрации рабочего стола, не видите открытый документ варда, я настоятельно рекомендую вам перезагрузить браузер или зайти в другой браузер. То есть, если вы используете интернет-эксплор, оперу, далеко не факт, что у вас будет нормально все работать. Самый лучший браузер для просмотра наших трансляций – это Google Chrome пропало. Как интересно работает демонстрация круглой в данный момент. То есть, то работает, то нет. Если сейчас не взлетит, то будем преподавать немножко по-другому. А появилось, да, вот я думаю, что оно появляется, то исчезает. Окей. Это домашнее задание Ларисы, она прислала его в теле документа. Большая просьба присылать домашнее задание не в теле документа, а непосредственно в какой-нибудь Word-овский файл, его так проще сохранять. Давайте мы будем сразу отвечать на вопросы. Сколько роботов по поисковой системе? Обоснуйте свой ответ. Google использует программу, известную как WebCrawlers. То есть, фактически, это один робот с миллионом рук. Как вы считаете, это правильный ответ? Ёлки-палки, опять пропало видео. Да что ж ты будешь делать-то? Кошмар. Отвратительно работает сейчас плагин для мака в Proof.me. Просто отвратительно. Сейчас он, скорее всего, появился. И опять пропал. Окей. Давайте мы тогда не будем терроризировать вас в демонстрации рабочего экрана. Ребят, мальчики и девочки, дорогие друзья, давайте не будем вас терроризировать в демонстрации рабочего стола. Просто мы теряем время от урока, которое достаточно дорого. Я буду просто зачитывать домашнее задание. Вы можете его увидеть в записи урока. Почему можете вы его увидеть в записи урока. Я вам просто зачитаю некоторые вопросы, зачитаю ответы. И мы с вами на них вместе сообща поотвечаем. Друзья, если вы готовы, пожалуйста, плюсики поставьте. Ну, просто, что мы будем сейчас биться. Мы лучше завтра в течение дня, пока все будут готовить домашнее задание. Мы позаморачиваемся с демонстрацией рабочего стола. Окей. Вопросы и ответы. Какую цель преследуют поисковые системы? Достаточно разнятся ответы людей, ответившим на домашнее задание. Лариса пишет. Работа поисковой системы заключается в том, чтобы по запросу пользователя найти документы, содержащие либо указанные ключевые слова, либо слова, как-либо связанные с ключевыми словами. Либо указанные ключевые слова, либо слова, как-либо связанные с ключевыми словами. югипедия ну я бы на самом деле сказал что наверно правда но как-то очень сложно написано сколько роботов у поисковой системы обоснуть и свой ответ и пишет ответ что google использует программу известного как web crawlers то есть фактически это один роб робот с миллионом рук не совсем так не совсем так у гугла также как у яндекса есть основной роботы есть второстепенный робот большой маленький так далее сколько роботов всего поисковой системы например яндекс и все замолчали хорошо насчет преследующего рассмотрения домашнего задания поисковая система собирает сайты тексты делает их на пассажи для чего для того чтобы дать возможность наиболее для того чтобы дать наиболее эффективный и аккуратный ответ на поставленный вопрос и ссылка на профлинг какой-то сразу возникает вопрос когда я говорю обоснуйте свой ответ например да первый вопрос сколько роботов системы google обоснуйте свой ответ и почему то вот здесь вот мне присылают ссылки в качестве профлинка причем вот касательно пассажей профлинк не на самый авторитетный ресурс василий петрович сделал сайт про рыбалку какие минимальные действия необходимо сделать василию петровича чтобы сайт попал в индекс поисковой системы вопроса может быть два и более правильных ответа первый ответ это зарегистрироваться в сервисах в мастеров 2 добавить туда же карту сайта 3 добавить карту сайта на сайт сайт должен быть сделан на адаптивном дизайне на самом деле пункт 4 про адаптивный дизайн это не является остро необходимым минимуму петрович сделал сайт про рыбалку какие минимальные действия необходимо сделать чтобы сайт попал в индекс поисковой системы то есть и без мобильной версии прекрасно в индекс попадет и без добавления карты сайта на сайт он тоже туда попадет вопрос то а минимальных действиях достаточно зарегистрироваться на сайте мастеров или купить любую ссылку на свой сайт с проиндексированного ресурса вот так напишите ну или в каталоге его разместить напишите три наиболее важных фактор влияющих на seo и обоснуйте свой ответ юзабилити контент фактор то есть время проведенное на сайте процент возвращающихся посетителей уникальный интересный контент юзабилити контент время процент вернувшихся уникальный контент да согласен это хорошо сделано таргетинг специфических ключевых слов учитывая контент сайта адаптивный дизайн и менталитет то есть первое это юзабилити контент фактор а второе это таргетинг специфических слов учитывая контент сайт адаптивный дизайн и менталитет то есть менталитет влияет на seo Ну, Лариса, если вы в чате, пожалуйста, поставьте плюсик, я вам скажу, что вы молодец, хотя бы просто потому, что сделали домашнее задание, плюсик я прошу проставить Ларису, ставит плюсик Игорь, ну ок. Теперь перейдем на домашнее задание некого Полякова, Артем Поляков, в чате ли вы тоже поставьте плюсик, напишите ответы на вопросы, какие цель преследует поисковая система, помощь, поиск информации, сухо и лаконично, в принципе это хорошо, сколько роботов у поисковой системы, обоснуйте свой ответ. Их очень много, один занимается индексацией текста, других картинок много. Вы знаете, на самом деле достаточно близкий к истине ответ, роботов действительно много, особенно поисковой системе Яндекс, потому что есть робот, который, чисто робот, который индексирует RSS-ленту, например, да, или чистый робот, который индексирует картинки, или робот, который индексирует текст, или робот, который индексирует там 5-е, 10-е, 30-е. Много их. На самом деле, основных роботов можно по пальцам руки посчитать. Поисковая система собирает сайты, тексты и делит их на свои пассажи. Для чего? Для поиска подобных тематик и сопоставления с поисковым запросом. Правильно. Василий Петрович сделал сайт про рыбалки и неминимальные действия. Может быть, один и более правильный ответ. Добавил сайт вебмастер. Как собрать семантику, прописать ключи, SEO-тексты, создать карту сайта. Но вы знаете, вы пишете дела, которые требуют уже немножко внутренней оптимизации. То есть, семантика уже пошла, ключи, тексты, создать карту сайта. Ребята, а минимальное это действие? Конечно, добавить сайт вебмастер и либо получить на него ссылку. Все. Плюсики, пожалуйста, если понятно. Наиболее три важных фактора, влияющих на SEO. Это вхождение ключевого слова в имени, домен или андре страницы. Удивлен. Не факт вообще. Title, Description, заголовки H1, H2. Здесь, да. Title, Description. Но это просто элементы SEO-оптимизации, которые важны. Но они никак не влияют кардинально уж на SEO. Без них не будет SEO, да. Но они на SEO продвижение будут так относительно влиять. Окей, отлично, молодцы, что сделали домашку. Еще одну посмотрим, третью. И единственную, наверное. Безымянная она будет, потому что не помню, кто ее прислал. Там был архивственный RAR-овский файл с двумя файлами. Ангелина, это вы. Ангелина, замечательно. Домашка. Какую цель преследуют поисковые системы? Заработать на рекламе. Дать наиболее правильный, точный ответ на запрос пользователя. То есть вот так вот. Заработать на рекламе. Ну, это, наверное, их такая бэкэнд цель. Потому что фронтэнд цель у них это дать наиболее точный ответ на запрос пользователя. Поисковая система Яндекс. Сколько роботов? Много роботов у Яндекса. Основной индексирующий. Ему помогает быстро индексирующий. Робот, обращающийся при открытии страницы по ссылке, найденные словам. Робот, обращающийся только, обрабатывающий только картинки. Робот, индексирующий только иконки. А также робот, индексирующий страницы сайтов, участвовав в рекламной сети Яндекса и многое другое. Кроме основных роботов, есть группа роботов, которые определяют доступен в данный момент сайт, на который состоит ссылка в соответствующем сервисе. То есть много у Яндекса роботов, да? И каждый робот выполняет какую-то цель. То есть разделяй и властвуй. У Гугла, нет, у него у Гугла не один робот, у него чуть больше. У Рамблера, вот честно сказать, не могу, потому что обманывать не хочу. Для чего делятся тексты на пассажи? Очень классно, скажем, для проверки текстов на уникальность. Это ответ чистого копирайтера. Плюс для определения текстов, максимально удовлетворяющих запрос пользователя. Например, в поисковой системе Яндекс при ранжировании наиболее интересными считаются страницы, ключевые слова которых находятся в пределах одного пассажа. Ну да, интересно, хорошее решение. Василий Петрович сделал минимальный сайт. Собственно, что нужно сделать? Минимальные действия. Добавить сайт в Яндекс.Метрику и Гугл Аналитикс. Разметить ссылку на свой сайт в крупных блогах, страницах, социальных сетях, так как туда робот захочет чаще всего. Браво, Ангелина! Вот ответ по поводу минимальных действий просто заслуживает жирнейшую пятерку. Давайте поставим, поаплодируем Ангелине за просто потрясающий ответ и поставим ей тоже плюсики. Потому что абсолютно правильно, это добавить сайт в Яндекс.Метрику, Гугл Аналитику и разместить какую-нибудь жирнющую ссылку на свой сайт в социалках или блогах, или каталожных ресурсах. Напишите на три наиболее важных фактора, влияющих на SEO, обоснуйте свой ответ. Это хорошие тайтлы заголовки, адаптивность сайта под различные девайсы, не любые урлы должны быть понятны человеку. Друзья, прошу прощения, сегодня я просто засыпаю, я живу сегодня весь день на кофе, очень много работал, очень мало спал и просто сегодня кошмар. Ну что ж, домашку мы посмотрели, плюсики, пожалуйста, если все понятно, делайте домашку и будем все хорошо. Значит, в следующем уроке, который у нас уже будет с вами в четверг, будем смотреть домашку. А теперь у нас тема сегодняшнего урока, это основы SEO-оптимизации, что такое внутренняя оптимизация и что подлежит оптимизации. То есть, наконец-то мы пришли непосредственно к нудятиш, к нудятине, к урокам, к обучению. И мы переходим к вопросам основы SEO-оптимизации, то есть, если первый урок был вступительный, то сейчас уже чуть-чуть больше теории. Основы SEO. Друзья, значит, я чищу вопросы, я чищу чат и мы полностью и с головой погружаемся в процесс обучения SEO-оптимизации, забываем про все, всех и вся. Итак, поехали. Правила. У любого SEO есть свои правила. То есть, максимально отриследовать требованиям поисковых систем и сохранять масштабируемость. Что это такое, друзья мои? У любой поисковой системы есть требования. Вот помните, я не зря вам в первом домашнем задании давал ссылочки ознакомиться с требованиями Яндекса, Гугла. Кто читал плюсики? Кто читал требования Яндекса и Гугла? Вот сколько плюсиков. Потрясающе. Молодцы, умнички. Прочли, да? И это даже не требования, это рекомендации к действиям. Вот что вам нужно делать в тех или иных случаях с вашим сайтом. И следуя этим правилам, вы добьетесь успеха. Ну, то есть, да, это как некая панацея. Но при этом, если кто очень внимательный, кто глазастый, тот обратил внимание, что если прочесть правила Яндекса и правила Гугла, то с первого взгляда все кажется ровным и четким. Они идентичны, одинаковы и все побуждают нас делать сайты для людей. Хорошие, качественные, интересные, доносящие кучу полезной информации. Но на деле, оказывается, все немножко сложнее. Почему? Потому что Яндекс противоречит Гуглу. И когда мы перейдем к такому взрослой SEO-оптимизации, когда мы перейдем к взрослой SEO-жизни, перейдем на реальную существующую практику, у нас начнутся подножки, заковырки, подводные камни, которые выражаются в том, что русскому хорошо, то к немцу смерть. Я к чему? Потому что то, что хорошо Яндексу, плохо Гуглу и наоборот. И возникает такой вопрос, а как быть, как лавировать на этой очень-очень-очень тонкой тропке, при этом не склоняясь ни в сторону Яндекса, ни в сторону Гугла. Это самое сложное с точки зрения SEO-оптимизации, то есть умудриться угодить и Яндексу, и Гуглу продвигаться и там, и там, при этом сохранять масштабируемость. Давайте вот мы честно ответим, цифру 2 поставьте в чат, кто является SEO-специалистом уже со стажем. Ну, просто пришел там посидеть, потроллить, там на меня посмотреть, грубо говоря, от них делать. Да, вот один человек весь специалист по стаже. Многие вот из тех SEO-специалистов, которые реально являются SEO-шниками, наверное, подтвердят мои слова, что есть такая проблема в мире SEO, что в одной поисковой системе мы продвигаемся хорошо, а в другой нет. То есть, понимаете, продвигаемся где-то хорошо, а где-то нет. Мы поперли в Яндексе, в Гугле, мы поперли в Гугле, в Яндексе, и вот эта вот перекати, перетекающая палочка эстафеты из Яндекса в Гугл, она всегда вызывает недоумевание у клиентов, которое выражается в том, слушай, как бы хорошо, мы продвинулись там в Яндексе, почему в Гугле это не в заднице? Или наоборот, мы в Гугле занимаем первые позиции, почему мы не можем выйти в Яндексе в топ? О, это же так просто, мы же в Гугле смогли! И клиенту или другому человеку достаточно сложно объяснить, скажем, дорогой друг, ну как так, пойми, пожалуйста, не все то, что хорошо Яндексу, хорошо для Гугла, но в любом случае мы как-то наклоняемся в ту или иную сторону, к той или иной поисковой системе, кому что ближе по душе. Право признаюсь, я всегда клоняюсь в сторону Яндекса, потому что там обитает большая часть моей коммерческой аудитории по моим проектам, которые я веду. И задача любого SEO-специалиста – это максимально следовать требованиям поисковых систем, то есть, грубо говоря, привести свой сайт к идеализированному варианту сайта, описанному в документации поисковиков, но при этом сохранять масштабируемое, чтобы можно было гибко, быстро вносить изменения, корректировки в ваш сайт и адаптироваться, и подстраиваться под новые требования. Человек, который действительно может реально продвигать и в Гугле, и в Яндексе одинаково хорошо сохранять масштабируемость – это просто супер-мега-крутой SEO-шник на чудовищном окладе, который, знаете, он идет мимо компьютеров, просто голову так поднимает, третья строчка, страница такая – это текст плохой. Здесь title поменять надо. И такой, знаете, как индейский шаман. Вот так я себе представляю этого SEO-специалиста, который одинаково хорошо продвигает один сайт в Яндексе и в Гугле, потому что проблема есть, и она присутствует и будет присутствовать. Но нам надо максимально требовать и соответствовать этим правилам. Друзья, все, что я буду дальше вам показывать, является универсальным правилом для Яндекса и Гугла, не перечащая друг другу, взятая, отработанная, проверенная сотни раз на разных сайтах. Требования поисковых систем. Ребята, если я еще раз в комментариях или в подписи к видео на Ютубе или где-то, или в отзывах прочту, что Алехин рассказывает материал из интернета, то вот второй урок, полдевятого, ребята, я рассказываю информацию из интернета. Я ее проверил, я ее протестировал, собрал и повторюсь. Пожалуйста, вот она. Все, что будет дальше, это вещи, одинаково хорошо работающие и в Яндексе, и в Гугле, не противоречащие друг другу, и вы можете их спокойно применять на своем сайте, не боясь ни за какие последствия. Плюсик, если понятно. Давайте разделим все рекомендации поисковых систем на несколько фронтов. И для этого мы посмотрим, из чего состоит любой веб-сайт. Не обязательно быть гениальным веб-разработчиком, не обязательно быть программистом, верстальщиком, все-оптимизатором. Достаточно быть просто увлеченным человеком, интересующимся всей этой темой. Итак, из чего состоит сайт? Он состоит из картинок. Вы согласны, что на сайте есть картинки? Конечно. Вот они, картинки. Значок картинки. Я сейчас включу, чтобы вы видели мою мышь на презентации. Вот она, картинка. Тексты. Отлично. Вот он, значок текстов. Мы можем посмотреть на красивую картинку, можем почитать тексты. Потом некие HTML-файлы. Вы скажете, нет, я крутой, у меня сайт на CMS. У меня сайт там на PHP. Все равно HTML, да? На выходе все равно HTML. CSS в стиле и JavaScript в стиле. И, собственно, серверная часть, которая находится там на сервере, с которой мы почти не взаимодействуем. Это и PHP, и XML и другие серверные файлы. Плюсики, пожалуйста, если это понятно. То есть, с чем нам предстоит работать? Со всем сайтом. Чтобы вы понимали, что работать предстоит со всем сайтом, чтобы вы не расслаблялись. Чтобы вы понимали, что, ну, да, работать придется много. И пройдемся по всем этапам. Что такое внутренняя оптимизация? Как мы уже поняли, да, сайт состоит из картинок, сайт состоит из текстов, сайт состоит из каких-то HTML-файлов, из CSS-файлов, из каких-то PHP, XML и других файлов. Что-то такое непонятно. И есть внутренняя оптимизация и есть внешняя. Что такое внутренняя оптимизация? Как вы думаете? Дорогие друзья, давайте мы совместно подумаем, что же такое внутренняя оптимизация. Семантика, структура сайта, работа над сайтом. Ух ты как! Прикольно, ни одного правильного ответа. Оптимизация картинок, теги, чпунь, семантика. Ну, я правильно понимаю, да, то есть внутренняя оптимизация. Слава богу, Алексей, первый, кто написал, это поисковое продвижение без внешних ресурсов. Понимаете? То есть это работы по SEO, выполняемые в рамках одного домена. То есть мы все работы, которые выполняются в рамках одного адреса сайта, в рамках одного ресурса, мы будем называть внутренней оптимизацией. Все работы, которые направлены на продвижение нашего сайта, но ведутся вне его, мы будем называть внешней оптимизацией. Плюсики, пожалуйста, если это понятно. И продвигаемся дальше. Давайте посмотрим на долевое соотношение внутренней к внешней оптимизации. Перед вами есть некий круг, двухцветный, оранжевый и голубой. И написано внешняя оптимизация. И это сайт внутренней оптимизации. Если представить весь размер круга как величину 100%, прошу прощения, косяк. Весь круг это 100%, сейчас я должен был вернуться, то где-то порядка 65% занимает внутренняя оптимизация. То есть если мы говорим о том, что мы проходим на курсе некие основы поискового продвижения, чтобы продвинуться в топ, то внутренняя оптимизация занимает почетные 60-65% от всех временных затрат, направленных на сайт. Плюсики, пожалуйста, если это понятно. Следующая часть, это что подлежит поисковой оптимизации. Давайте бегло посмотрим, потому что если мы будем углубляться в этот процесс, мы в нем зависим на очень-очень-очень много часов, потому что там можно, вот об этой теме, что HTML, CSS и JavaScript внутри SEO-оптимизации, на этой теме можно залипнуть реально часов на 6. То есть провести полноценный такой отдельный WebAdvancey в 6-часовой, где я буду 6 часов просто рассказывать, как оптимизировать HTML, CSS, JavaScript, ни разу не повторившись. Такой объем материала на эти темы можно достать. Ну, давайте пройдемся по простым правилам. Здесь каждый пункт представлен в виде правил. Я очень настоятельно рекомендую презентацию, которую буду после данного урока забрать к себе, либо распечатать, либо оставить. Оставить ее как постулат, как некий набор простых правил. И все будет хорошо. Итак, исходный код HTML. Поисковая система, мы отправим ее вам. Поисковая система Яндекса Google очень не любит инлайн-стиле. Что такое инлайн-стиле? Вот здесь даже написано, так делать нельзя. Див-стайл, колор, ред, бэкграунд, белый, фон, пейт, болт, ку-ку. То есть, слово ку-ку будет иметь белый фон, при этом будет написано красным и жирным. Но мы задали стилевое внешнее оформление внутри тега div, прописав эти визуальные эффекты тегом стайл. То есть, используя инлайн-стиле. Стили внутри линии, внутри тега. Это нехорошо. Почему? Потому что такой метод увеличивает размеры HTML файла, потому что он усложняет процесс рендера, потому что наш сайт грузится медленнее. На самом деле, все вот эти вопросы оптимизации направлены на одну цель – ускорение загрузки. Пункт 2. Минимальная вложенность. То есть, да, есть такие верстальщики, которые любят верстать по бутстрапу, хотя бутстрап уже давным-давно пришел к нормальному виду и продвигаться на бутстрапе – одно удовольствие. Нет, я не люблю, но есть люди, которые продвигаются, продвигаются успешно. То есть, каких-то таких серьезных преград в бутстрапе я не вижу. Минимальная вложенность – да, это проблема бутстрапа. Див, 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 див. Ой, мамочки, и закрываем все это. Чем меньше вложенность, чем ближе и проще структура самого HTML документа, тем проще. Схематическая структура. Так делать нельзя. Див, класс, футер, хедер, шапка, хедер, див. То есть, мы делаем тег див, которому назначаем класс подвал, внутрь которого мы вкладываем тег шапка и закрываем тег див, который ознаменовал для нас подвал. Некоторые виды микроразметки, немножко отойду в бок, Некоторые виды микроразметки, там, например... Забыл название. Ёлки, моталки, называется она... Все, не вспомню. Ну и хрен с ним. Некоторые виды микроразметки прописываются через теги класс. А, ёлки. Самое примитивное. Ашкарт. Ашкарт, конечно. Ну, схема орг, да-да-да. Ашкарт. Ашкарт. Они прописываются через классы, и поисковая система прекрасно читает все эти микроразметки, прекрасно во всем этом разбираются. И поэтому, если вы напишите DIC class footer, поисковая система воспримет эту семантику как то, что дальше должен идти подвал. А дальше она встречает абсолютно семантический тег хедер, шапка. И начинает как бы шапка подвала. Какой-то тренаж. Отсутствие JavaScript, да, так делать нельзя. То есть, мы берем и прямо вот посредине документа HTML начинаем вызывать JS. Это может быть в телебоде еще где-то скрипт, тайп, тег javascript, var, а равно 11. То есть, все javascriptы, да, все CSS файлы должны подключаться внешними скриптами. Ну и использование запрещенных тегов, то есть, так делать нельзя. Это font, color, red, foo, старые теги. Это те, где теги имеют пометку deprecated, то есть, устаревшие. И они не поддерживаются. То есть, их не обязаны поддерживать браузеры. Никто не гарантирует, что они будут отображаться одинаково, хорошо или плохо. Гарантирует только ие. Потому что, в основном, в ие-то они и работали. Плюсики, пожалуйста, если понятно. То есть, если мы подытожим первое правило оптимизации HTML, оно будет звучать достаточно просто. Все CSS стили мы берем и размещаем во внешнем файле. Мы сохраняем простую структуру HTML документа, используя минимальную вложенность. Наш документ очень понятен и схематически логичен. У нас в документе нет javascript, все во внешних файлах. И никакие старые теги у нас не используются. Наш сайт сверстан по самым современным стандартам. Когда мы переходим к CSS, здесь немножко меньшее требование, но они тоже не менее строгие. Максимально короткий скрипт. Так делать нельзя. Строчка 1311, а hover color red. Что это значит? Господи, я уже на автомате говорю red, когда вижу F00. Так делать нельзя. Почему? Потому что у нас очень-очень-очень длинный получается CSS файл, а это ведет к тому, что у него увеличивается объем. Увеличивается объем CSS файла, увеличивается загрузка. Увеличивается загрузка, увеличивается рендер. Потому что пока ты его прочтешь, пока ты весь этот рендер применишь, все эти стили применишь, пока сайт загрузится. В общем, фу. Далее, опять же, это, грубо говоря, head, style, bool, font, weight, bold, style, head. Это не онлайн стиль. Давайте мы сразу определимся. Это не онлайн. Вне линии стиля мы пишем. Это даже вне body. Это внутри тега head. Открываем text style и говорим, что класс bool будет иметь жирный шрифт. На самом деле, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, мы ни фига этим не выигрываем. Мы просто берем часть документа HTML, часть телевого оформления и вызываем прямо в теле документа. То есть определяем прямо в теле документа. Ну, по-моему, как-то хрень получается. Далее, максимум фонов CSS, а не HTML. То есть, когда мы затрагиваем вопрос стилевого оформления картинок, всяких фонов. Все очень любят пихать фоны в HTML. На самом деле, это лучше делать CSS. А, да-да-да, опечатка. Спасибо. Обязательно исправим опечатку. Но я думаю, что она не критична. По поводу B64. Постараюсь проще объяснить. B64 это позволяет закодировать что угодно во что угодно. И при этом декодировать что угодно во что угодно. Очень часто это используется для оптимизации картинок на сайте и передачи их в текстовом виде. То есть, есть некая картинка Favikon, например, Favikon, которой мы делаем B64n-код. И переводим картинку в B64, получив некую строку бредовых символов. Потом, используя команду B64-Decode, мы этот непонятный набор символов переводим в графику. И если мы не хотим подключать картинку отдельно к сайту, то есть, знаете, добавить к сайту картинку, а просто хотим какую-то небольшую графику протащить, не создавая лишнего подключения к серверу для выкачивания картинки, мы эту картинку энкодим, закидываем ее в B64, его закидываем в CSS-файл, и в итоге у нас подтягивается, какие обращения пошли, индексный файл подтянулся, он подтянул за собой стайл CSS, внутри которого находилась уже B64-н-кодовская картинка, которая на нашем сайте просто декодировалась. Ну и подключение к хостингу меньше и быстрее загрузка сайта. Плюсики, если понятно. И компрессия CSS это хорошо и полезно. Здесь надо тоже понимать, что компрессия компрессия розень. Есть сайты-обжималки, которые превращают CSS в абсолютно нередактируемый набор символов. Это полный трэш, я никому это делать не рекомендую. Компрессия CSS хороша в меру. Есть куча всяких компрессометров, которые удаляют графику, ненужные точки, ненужные цепеты. То есть оптимизируют CSS таким образом, чтобы он занимал меньше места и хорошо работал. А на нормальный сайт ссылочки нет. Что значит на нормальный сайт? Исходный код JavaScript. То же самое. Минимум обращений к сторонним скриптам. Компрессия JavaScript хорошо и полезна. Весь JS с красотами на пост-загрузку. Весь JS внизу страницы. И минимум библиотек. Минимум вес скриптов. Ну тоже очень-очень-очень простое правило. Скрипт должен быть не ресурсоемким. Маленьким, быстрым. Должен находиться где-то вовне HTML файла. И использовать скрипт пост-загрузки. Который говорит о том, что вся хрень, весь HTML, весь JS подтягивается уже после того, как мы отдадим браузеру информацию, что документ complete. То есть документ загружен. Кстати, это не все так просто, когда мы будем проходить рендер, я обязательно обращу ваше внимание на то, что документ complete наступает раньше, чем фактическое завершение взаимодействия с сайтом. Поняли меня? И поэтому мы можем использовать вот эту вот подачу информации документ complete для поисковых систем, чтобы обмануть их и сказать, что наш сайт загрузился быстрее. Но еще будем это проходить. Это такие уже сложности пошли. Контент. Самая моя любимая тема. Достаточно ответить на много ваших вопросов. Итак, начало теги H1, H5, H6. Теги H это, наверное, один из самых-самых-самых важных тегов на... Самых важных тегов при поисковой оптимизации. И здесь есть несколько причин для этого. В первую очередь, тег H равносиль... Давайте представим, что вот так вот. Давайте представим, что сайт это Земля. Это планета Земля. У нас есть уроки географии, и мы понимаем некие наборы параметров по странам. То есть, если мы говорим о каком-то зомбезе, да, мы четко знаем, что там жарко. Там песок и жарко. А если мы говорим о Гренландии, то говорим, что там холодно. Если мы говорим, не знаю, о Китае, то там влажно. Если мы говорим о Франции, то там сухо. То есть, некие сложившиеся понимания. И то же самое у нас. В нашем сайте тег H1. Называется заголовок документа. И если делать параллель с Землей, то он будет иметь значимость названия страны. То есть, когда поисковая система заходит на наш сайт, понятно, что она посмотрит title, description, метатеги какие-то. Это все понятно. Но когда дело касается дома, то есть... Алексей, правда, загрузка дом. Когда дело касается дома, то есть объектные модели документа... H1 самый важный. То есть, он говорит, чувак, ты в России. Потом уже идет H2, который говорит уже, где более детально ты в России. Центральный округ. Или за Ураль. Третья, там, Санкт-Петербург, Москва, Красногорск. Да? То есть, H1 самый важный. H2, H3. Сколько может быть России в России? Как вы считаете? У нас есть страна России. Сколько стран может быть в стране России? Сколько России может быть в России? Одна. Одна. Всего одна страна Россия. Она одна на всей Земле. Разумно, да? Поэтому тег H1 всегда стоит самым первым. Самым важным. Самым основным. И всегда один. То есть, правило всегда простое. Тег H1 всегда один. И самый главный. В нем можно ключи использовать, что угодно. Правило номер два. Сохраняем вложенность тегов. Режим матрешки. То есть, H1 основной тег. После него мы можем текст разбить на логические блоки тегом H2. Это будет Москва и Петербург. Потом уже идет H3. Северный округ, центральный округ и так далее. H4. Россия, Москва, Северный округ, улица такая-то. H5. Россия, Москва, Северная улица, улица такая-то. Дом такой-то. H6. Квартира такая-то. То есть, чем меньше мы спускаемся, тем более детально мы должны что-то расписывать в документе. Если вы будете жестить с тегами H на своем сайте, то вы получите тег переспам, фильтр переспам, который у вас деликатно опустит с небес на землю и ничего хорошего у вас не получится. Поэтому все должно быть в меру. И теги H1, H2, H3 тоже должны быть в меру. Хотя они очень-очень-очень важны для поисковой оптимизации. То есть, это основа поисковой оптимизации. Нету тега H, забудь о том, что ты SEO-шник. И никаких дополнительных тегов. Теги H не терпят соседство. Помним, что наверняка встречали вот такие вот теги. Не знаю, получится или не получится. Вот я написал простенькую HTML информацию. H1 SPAN H1 SPAN Класс интро Ребят, прошу прощения. Я написал простенький HTML документ H1 SPAN Класс интро Тра-та-та-та-та-та И выложил его вам. Можете полистать вам в чате. И что мы видим? Вот так вот делать нельзя. Почему? Потому что внутри тега H1 Находится некий SPAN Который говорит о том, что Ай, ну как же так? Надо быть Иметь такое-то стилевое оформление. Это плохо, потому что H1 в принципе Не терпит никакого соседства. Он всегда один Он всегда заглавливает контент И он требует сохранения вложности порядка. 2 идет после 1 3 после 2 4 после 3. То есть если вдруг после H1 Будет идти H3 Это будет плохо. Матрешка H1, H2, H3 Вложенность Мы документ делим по ниспадающей У нас может быть H1 О заглавливании документа Потом небольшой кусок текста Потом H2 Подраздел Текст H3 Подраздел Подраздел H2 Опять подраздел Потом H3 Потом H4 Потом опять H2 Плюсики пожалуйста Если это понятно Отлично К графикам Мы должны помнить, что Мы работаем в основном Со следующими наборами Графики Это JPEG И PNG В записи пересмотрите Сергей Есть Мы работаем с форматами JPEG и PNG Чем отличается Я понял, что пропадал Хорошо, давайте расскажу про соседство Теги H1 Не терпят соседства Вообще ни в каком формате То есть они должны быть пустые Одни Оптимальный вариант написания Я повторюсь H1 Тра-та-та H1 Вот так вот H1 Вот так писать не надо Это называется соседство Это когда внутри тега H Мы вложили что-то Да Или например H1 Класс Бла-бла-бла Но это не так критично На самом деле Понятно теперь? Нежелательно Желательно бездетно H1 Графика Наши форматы JPEG и PNG Почему? Потому что JPEG Это просто Легкая полноцветная картинка А PNG Это полноцветная картинка С чем? Кто знает? Ну конечно С альфа-каналом С простым языком Для простого смертного С прозрачностью С прозрачностью Это просто прозрачная Картинка может быть прозрачной Классно Атрибуты Alt, Title Наши близкие друзья Это говорит о том Что без Alt и Title Графику мы на сайт Не выкладываем Любую картинку Которую мы хотим Выложить на сайт Мы должны прогнать Через компрессию Наиболее популярный Сервис компрессии Можете побаловаться Он называется Tinypng.com Тinypng.com Он совершает Совершенно дичайшую Компрессию Он дико сжимает графику На основании Индексации цветов То есть В каждой картинке Заложены все цвета Которые есть Там 16 миллионов Да Он смотрит Как реально используется На графике И выкидывает Из Из резервации Все остальные цвета Картинка уменьшается Зато когда вы откроете В фотошопе Попытаетесь откредактировать Она вся поплывет Сделать вы этого не сможете Плюсик Если понятно Не сеошникам Сеошникам и так понятно А не сеошникам Понятно? Картинка Нельзя картинку Размещать В незаметном месте На сайте Это очень плохо Картинка Должна быть заметна Уникальное Не только Людмяное изображение Поэтому друзья мои Если вы Делаете по-настоящему Уникальный сайт Делаете хороший ресурс Делаете хороший Качественный проект То и Графика должна быть Под него Тоже соответственно Уникальна Отвечая на вопрос Ивана Замечательный сервис Часто им очень пользуемся Плюсики по графике Пожалуйста Если все понятно Следующий слайд Это текст И я про текст Хотел бы сказать Несколько нюансов О том что Текст должен быть Уникальным Не менее 97% Сейчас вырезают Коператоры Спросит Почему не менее 97% Ну считайте Что Ваш педагог Андрей Алюхин Задал вам эту планку По той простой причине Что она Наиболее Досягаемая Вот так вот Конечно же Есть разные отличия Есть сайты Тематика которых Не позволяет вам Подняться Выше 75-80 Есть сайты Которые Позволяют Даже самой примитивной Статьей Быть абсолютно уникальным То есть там Где души Развернуться Есть Когда мы говорим О вебе Мы должны делать Уникальный Несплагиачный текст То есть текст Ранее Никем никогда Не повторенным То есть Еще проще говоря Мы говорим О авторской Скажем так Авторской инвестиции По уникальным проектам В сайт Уникальный текст Классно Текст оптимизировали Оптимизировали Да недооптимизировали Это значит Что вы слишком сильно Хотели Сайт продвинуть В топ И немножечко Подгадили И ваш сайт Полетел вниз То есть Никогда Не спешить Понятно? Я ссылка Нажми на меня То есть Если ссылка Незаметна Неинтересна Она теряется На фоне Всего То есть Просто Не видно То это Очень плохой Тон И за это Можно получить По шапке От поисковых систем То есть Получить Определенные Санкции Или немножко Усложнить Ваш рост Поисковой системе До тех пор Пока Ссылка не будет Доступна И сразу Понятно Что это Ёлки-палки Ссылка Нажми на меня Поэтому Те люди Которые Привыкли В css Файлах Прятать Ссылки Вообще Никак Не выделять Чтобы они В контенте Были Спрятаны Ребята Вы Выкопали Себе Давным Давным Могилу И ничего Хорошего Не будет Понятно? Отлично Ну и Поисковики Любят Контраст Выделено ССС Ну конечно ССС Как еще Стили Чем больше Вы используете Лексических Стили В HTML Тем С какой-то Мере Даже лучше То есть Например Strong Это логическое Выделение EM Тоже Логическое Выделение Ашреф Я хочу Быть заметно Юрал Я список Если у меня нет маркера Я грущу EL Я Тег H Мы не любим Быть одинаковыми Понимаете? Не все Ольга понимает Не страшно Не страшно Не страшно Разжуется Уложится Пересмотрите То есть Грубо говоря Мы можем Выделять В нашем документе На нашей странице Текст жирным Или курсивом Соответственно Кто из вас В Варде Жирным текст Сделал? Да все Кто делали курсивом? Все Вот здесь то же самое Strong Жирное EM Курсив Шлефт Ссылку EL Немаркированный Список Маркированный Вернее Привет Я H Это Теги H По которым Мы уже Говорили Title Description Keywords Ну Достаточно Такой Дают ли стиль Уникальность? Нет Не дают B E Нельзя Использовать Потому что Это устаревшие Теги Они уже Деприкейтов Можно использовать Strong E Title Description Keywords Мета Теги Простые правила Title Должно быть Заполнено Всегда Оптимальный Размер То есть Длина Title 60 символов Скажем Нет Стоп Символом Вот эта Вот палка Это Стоп Символ Если вы Используете Это Стоп И Точка Стоп В соответствии Обязательно Title H1 Тематика Длина Заголовка Небесконечна Description Google Любит Description Яндекс Он чихает С высокой Колокольни Оптимальный Размер Тайтла 170 Символов Description Описание Описывайте А не Продвигайте Будете делать Слишком много SEO Поисковая Система Ваш Description Просто Не допустит Будет Использовать Рандомный Текст Из Вашего Из Этой Страницы Keywords Разделяются Запятыми А не точками Это Общая Ошибка Только Тематические Ключи Попадают В Keywords Они Все Подряд Это Общая Ошибка Поисковая Система Умеют Склонять И знаю Числительные Поэтому Не надо Писать Купить В Москве Купить В Москву Приеду Не так даже Купить Булочку Купили Булочку Купят Булочку Купишь Булочку Булочку Купишь И так далее Яндекс Все это делать Умеет Мы говорим О Description Александр 170 Символов Description Очень важно Сохранять Структуру Сайта То есть Помните Я говорил Четкая Структура Это очень Важно Здесь Мы Немножко Детально Это посмотрим URL Глубина Ошибки URL Транслитерация Это хорошо То есть Дописанный URL Транслитом Это неплохо Только Латиница Не русский Русский Не good Потому что Огромное количество Сайтов Сделано На английском Языке И Написанные На русском Урлы Они все-таки Читаются Вот в этом формате Как там Свездочка Что-то там Решетка Восьмерка Знак вопроса Амперсант И цифры пошли Лучше использовать Латиницу Или английский язык URL Равняется Разделам Куда ведем О том и рассказываем То есть Если у вас Proof.me.com Слэш вебинар Сразу четко понимаем Что мы будем смотреть Какой-то вебинар А если бы Proof.me.com Gallery Мы бы понимали Что мы идем Смотреть картинную галерею Если бы Proof.me.com Game Мы бы шли играть Плюсики Если понятно То же самое на сайте Четкая структура Сайтру Сайтру Слэш Сервис Сайтру Слэш Контакт Сайтру Слэш Слэш И так далее Глубина Нельзя углублять Страницы Более трех уровней Причем Сайтру Будет нулевым уровнем Уровни считаются От корня сайта Сильно жульничать нельзя Чуть-чуть можно То есть Так делать нельзя Сайтру Услуги Топ-5 Абонентка Тарифлайт А можно как Сайтру Услуги Тарифлайт И получится Первый, второй, третий уровень Как раз Плюсик если понятно Умнички какие Какие умнички Ошибки Когда мы Делаем Какую-то Страницу ошибок Обработки ошибок Это конечно же 404 страница Она обязательно Должна быть на сайте Я очень настоятельно Рекомендую Все мои использовать На странице ошибки Должна быть Навигация Чтобы человек мог Перейти по различным Страницам И страница ошибок Должна возвращать Правильный заголовок То есть Что такое заголовки Мы пройдем На следующем уроке Через урок Мы поговорим О том Как рендерится видео Посмотрим заголовки Через портал Бертал Ну то есть Много чего изучим Касающегося Незримой части Веб-разработки Незримой части Сео-оптимизации С 44 страницы Нужно делать Редирект на главную Не нужно Не нужно Не нужно Петр Надо сделать меню Чтобы человек Сам ткнул Потому что Редиректы Ну это не очень хорошо Плюсики Если понятно Слушайте Я прям Заболтался 21.03 У нас Последний слайд Соответственно Робот Сайтмап HTaccess Мы Серверную часть Наверное Будем затрагивать На следующем уроке Потому что Хочется рассказать Про них Поподробнее А сейчас Просто повторить Все то Что мы С вами Прошли Из Правил Итак Правила Максимально Слебовать требованиям Поисковых систем Сохранять масштабируемость Нельзя использовать Инлайн стили По html Нельзя использовать Глубокую вложенность Схематическую Структуру Использовать Можно И нужно Чтобы не было JavaScript А в теледокумент И нельзя использовать Старые Запрещенные Теги CSS Нельзя делать Слишком длинным CSS Юзаем Только В файле Style.css То есть Никаких Украплений CSS В хет Или в боди Мы не делаем Если мы Хотим использовать Фон Мы этот фон Оформляем В html А не в css Если его Очень много Конечно B64 Декодер И энкодер Хорошо Навмеру И компрессия CSS Хорошо и полезна То же самое Что и JS Компрессия Полезна JS После загрузки Страницы После документа Комплита Будет идти Весь контент JS Если очень Преперло То вставляем Внизу страницы Минимум библиотек Минимум вес Скриптов Плюсики Пожалуйста Далее мы Перешли Непосредственно К контенту Еще раз повторим H1 H6 H всему Голова H1 Всегда один На странице Идет над Текстом Потом можно Пустить текстовый блок И запихнуть H2 Потом еще Текстовый блок И запихнуть H3 То есть Главное правило Сохраняем Вложенность тегов Режим Отрешки H1 Всегда один И всегда Возглавляет контент Никаких дополнительных Тегов Теги H Всегда Не терпит Соседства Плюсики Если понятно Картинки Основные Форматы С которыми Мы работаем Это JPEG И PNG Почему Потому что JPEG Полноцветный А PNG С альфа Каналом Перед тем Как что-то Выкладывать Мы обязательно Производим Компрессию Прописываем Атрибуты Alt и Title У графики И только После этого Мы выкладываем На сайт Таким образом Чтобы она Была заметна Не находилась Где-то В самом низу Сайта Невзрачная Такая Некрасивая Главное Чтобы она При этом Еще и была Уникальная Текст Текст должен Быть уникальный Обращаемся К копирайтерам Или пишем Сами Не Переоптимизированный То есть Лучше Где-то Не доптимизировать Чем Переоптимизировать Структура Текста Это успех Страницы Если вы Разделите Текст На какие-то Логичные Структуры Относительно Матрешки О которой Мы говорили И текст Будет Хорошо разбит По разделам То Это просто Будет потрясающе Структура текста Успех Страницы Если в тексте Есть ссылки Они должны Выделяться И поисковые Роботы Любят Контраст То есть На белом Фоне Черные Буквы И какая-нибудь Синя Ссылка Назад Плюсик Если Понятно Есть Стили Которые Оформляют Текст Это Стронг Он делает Текст Жирным Ем Курсивом Шрефт Ссылка Ем Маркированным Списком Ну и Теги Аш Просто Заглавливают Наши Страницы Если Это Использовать В рамках Разумного Это Только На Пользу Всем Нам Едем Дальше Тайтл Должен Быть Всегда Заполнил Абсолютно В любом Случае Оптимальный Размер Тайтл Это 60 Символов Скажем Нет Стоп Символом Это Точка И палка Собственно Обязательно Это Должно Соответственно Тайтл Через H1 Тематики Потому что Если Тайтл Как купить Хомячка H1 Строим Кирпичный Дом А тематик У нас Садоводство Трэш И Длина Заголовка Не бесконечна Помните Об этом Пожалуйста По Дескрипшену Google Дескрипшен Любит Яндекс Нет Просто Индифферентно Относится Оптимальный Размер Тайтл 170 Символов Дескрипшен Описание Поэтому Там Используем Описание Прекрасно Склоняются Все ключевые Фразы Структура Сайта Неглубоко Только Латиница И английский Язык Без русского URL Раздел Далее Не удаляем Более Не углубляемся Более трех Уровней Уровни считаются От корня Сайта То есть Сайт Ру Это первый уровень Сильно Жулить нельзя Но чуть-чуть Можно Плюсики Пожалуйста Если это понятно Обязательно На сайте Должна присутствовать 44 Страница Ошибки Навигация На этой странице Ошибки И должна Возвращать Правильный заголовок Что страница Page not found Все Вот действительно На сегодня Все У нас 12 вопросов Давайте на них отвечу Что из Яндекса Или Гугла Ближе к остальным Системам Типа Bing Рамблер Что из Яндекса К остальным Системам Ну мне кажется Мейл ближе к Рамблеру Не понял Как лучше Делать картинку Фона Как лучше Делать картинку Фоном Или картинкой Если это Какая-то Полноценная Красивая Все-таки Картинка Я наверное Думаю Что Полноценная Лучшая Картинка Потому что С фоном Может быть Сложнее Тайтл Тайтл H1 Можно делать Одинаково Но если нет Ни у кого Метатега Должна быть Частотность Или без разницы Тайтл H1 Можно делать Одинаково Но нет Но если нет Так И тайтл H1 Может делать Так Если нет То у кого Метатега Должна быть Частотность Выше Без разницы У кого Значимость Выше Да Петр Правильно Я понимаю У кого Значимость Выше Конечно У тайтл Тайтл Более Значим Чем H1 Он Более Значим Для SEO Иван Тег H1 Обязательно Должен быть Вверху Сайтл Страницы Или Его можно Заблюбить В секции Страницы Вверху Он должен быть Над Текстом Страницы Озаглавливание Тег H1 Это Озаглавливание Страницы Это Страница О том То Понятно Всем Прямо Всем 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 Понятно Ну Отлично Друзья Мои Тогда Вы Восхитительны Спасибо Что Пришли На Сегодняшний Второй Урок Он Был Более Нудным Чем Первый Но Мы Пришли К Конкретике Конкретику Мы Записали Добавили В презентацию И Эту Конкретику Мы Отдадим Вам Вместе С Домашним Заданием Потому Что Конкретика Это Простые Правила Которым Надо Следовать Можете Начинать Уже Практиковаться Все До Свидания Всем Пока До Четверга Друзья Завтра Урока Не Будет В Четверг Не Завтра В Четверг Завтра Отдыхаем Всем Пока